МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тахограф в каждую фуру и рейсовый автобус. Нужны ли водителям устройства, контролирующие их режим работы? Как дорожные полицейские следят за выполнением постановления правительства? Расскажет Алексей Дудин. По новому постановлению правительства во Владимире одновременно могут закрыться от 100 до 200 продуктовых магазинов. Подробности расскажу вам я, Евгений Локтенов. Сегодня завершается традиционный турнир по тяжелатлетике за локтей. Кого же самые большие шансы на победу, узнал Евгений Аксиненко. Вы смотрите новости 24 на 6-м канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Возмездие настигло. Резонансное преступление произошло в следственном изоляторе номер 3. Именно туда был доставлен 32-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании 7-летней девочки. По данным следствия, 30 марта он подвыпил и надругался над дочерью своей сожительницы. В тот момент матери дома не было. Вечером 2 апреля обвиняемого доставили в СИЗО и поместили в камеру, где находилось еще несколько человек. Мужчине грозило до 20 лет лишения свободы, но сокамерники решили его судьбу по-другому. Мужчина был жестоко избит. Множественные телесные повреждения, обнаруженные экспертом, как в области грудной клетки, так и живота. И наступившие последствия травматического шока вызвали смерть мужчины на месте происшествия. В СИЗО медики оказались бессильны. Известно, что погибший прожил в семье сожительницы полгода. От произошедшего женщина в шоке. Сожитель вызывал доверие. Она не раз оставляла с ним дочь. Сейчас с девочкой работают психологи. Кроме того, у ребенка физические травмы. Расследование преступления против половой неприкосновенности ребенка продолжается. Возбуждено уголовное дело и по факту смерти обвиняемого в преступлении. В рамках уголовного дела будет однозначно оцениваться действия или бездействия сотрудников следственного изолятора. Потому что на них возложен контроль и надзор за содержанием лиц, изолированных от общества. И происходить в условиях исправительных учреждений такие вещи, конечно, не должны. Это для системы УФСИН ЧП. Поворот не туда отменяется. Водителей Центра управления городскими дорогами подключили к ГЛОНАССу. Теперь никаких несанкционированных работ на стороне. Контроль за водителями обошелся в 4 миллиона рублей. Окупятся ли затраты и за кем еще должен следить большой брат, узнал Александр Инин. Это раньше водителю едет с базы и по каким дорогам он ездит, где разбрасывает песок с солью. Начальник мог только догадываться. Глаз да глаз за такими водителями нужен, точнее, ГЛОНАСС. В Центре управления городскими дорогами подключать машины к системе спутникового свяжения начали еще полтора года назад. Альберт держит в руках самую главную часть системы – терминал. С помощью него можно наблюдать за машиной, смотреть за различными датчиками, например, датчик уровня топлива, как тут установлено. С помощью него можно вести одностороннюю голосовую связь. Разбирать эту коробку водителям строго-настрого запрещено. А вдруг все-таки захочется отклониться от маршрута в тайне от работодателя? Не получится. Как только водитель попытается отключить терминал, тот подаст звуковой сигнал диспетчеру. На большом экране видно все. Из 110 машин Центра управления городскими дорогами бортовые устройства установлены на 98. Каждая больше 35 тысяч рублей. Но они уже окупились. Экономия по топливу достигается за прошлый месяц 10%. А вообще она до 30% доходит с тем, что уменьшились выезды на незапланированные маршруты. Кто-то где-то своему другу, товарищу ездил, копал ямку или еще что-то, мог почистить территорию. Сейчас этого непозволительно. Непозволительно водителю не только отклоняться от заданного маршрута. В перспективе все машины будут обвешаны специальными датчиками. И тогда уж действительно наступит тотальный контроль. К примеру, если установить такие датчики на экскаватор, на работу стрелы, к примеру, то мы получаем, соответственно, как только у него стрела начинает работать, мы видим, что, соответственно, он где-то копает. Если он копает не в том месте, в котором ему сегодня положено, соответственно, уже идет разбирательность, соответственно, с водителя. Пока датчики появились в основном на бензобаках. Заправился, датчики показали, сколько было залито бензина. И не обманула ли тебя какая-нибудь королева бензоколонки. Практика показывает, что обманывают и еще как. В последнее время водители стали жаловаться именно на то, что на заправке не доливают процентов посев. На 100 литров. Пункт наблюдения за машинами пока часть Центра управления городскими дорогами. Но со временем оформится в самостоятельную структуру. Следить здесь будут и за машинами других муниципальных предприятий, а также за общественным транспортом. По закону с Нового года к ГЛОНАССу должны быть подключены все автобусы. Но во Владимире это требование пока выполнено на 64%. Александр Инин, Александр Мажаров, Шестой канал. Время на отдых и время на труд. Теперь водители рейсовых автобусов и большегрузных авто обязали обзавестись тахографами. Специальные приборы должны строго отслеживать режим работы. Одна проблема – оборудование, которое может рассекретить информацию с тахографов, пока нет. Алексей Дудин подробнее. По европейским стандартам, отныне у каждого водителя большегруза в салоне обосновался тахограф. Это специальное устройство, которое должно контролировать хозяина фуры. Прибор фиксирует, сколько и с какой скоростью машина ехала и как долго стояла. По нормативам, после 4 часов езды должен быть 45-минутный перерыв. Затем еще 4 часа хода и 10 часов на сон. Ваш транспортное средство оборудованным прибором тахограф имеется, да? С этой недели дорожные полицейские проверяют наличие тахографов у дальнобойщиков. Стоит такая электронная мини-система от 30 до 50 тысяч рублей. Прибор установлен доброго пути. Устройство отсутствует, квитанцию получите. С 1 апреля введены санкции как для водителей в размере от 1000 до 3000 рублей, так и для должностных лиц, выпустивших подобные транспортные средства на линию. В данном случае штраф предусмотрен от 5 до 10 тысяч рублей. Вот только в отличие от европейских полицейских, наши пока могут проверить только наличие прибора. А показания снять нет. Оборудование на постах ДПС еще недоукомплектовано. Поэтому приходится верить водителям на слово. Сами же дальнобойщики честно признаются, по крайней мере нашей съемочной группе, что ездят так же, как и раньше. Если я ездил по автобану, я бы соблюдал. А здесь я просто не буду в график входить никак. Я буду везде опаздывать. Ну мне в том, в принципе, зачем? Я свою работу знаю. Мы сейчас ночью должны в Москву зайти. Вот представь, я ночью зашел, до трех не сплю. Восемь часов я на погрузку загрузился на Владимир. Сколько я поспал? Сейчас я выгружусь обратно, мне надо ночью опять попасть в Москву, чтобы проехать МКАД и загрузиться. Я опять ночь не сплю. Какой этот эффект от этого? За рулем дальнобойщики проводят и по пять, и по шесть часов. Организм не железный, а люди не роботы. Отсюда и многочисленные аварии с участием большегрузов. Так, за последние три месяца по их вине произошло 50 ДТП, в которых пострадало 60 человек и пятеро погибло. Изменят ли печальную статистику тахографы? Водители сомневаются. По их мнению, если и ставить в машину электронный прибор, то работать он должен примерно так. Вперед, мне весело, я могу исти свою машину всю ночь. Алексей Дудин, Ян Захаров, Шестой канал. Вступили из-за магазины. Владимирское бизнес-сообщество решило убедить премьер-министра Дмитрия Медведева отменить очередное антиалкогольное постановление правительства. Напомню, с 1 июня будет запрещена торговля алкоголем рядом с так называемыми местами массового скопления людей. Наши предприниматели посчитали, что очередная мера против зеленого змея может привести к закрытию примерно 200 магазинов и кафе. И это только в областном центре. Тему продолжит Евгений Локтионов. К местам массового скопления обязательно будут причислены все учреждения здравоохранения, включая стоматологические кабинеты и спа-салоны, спортивные учреждения, учебные заведения, военные объекты и вокзалы. Сегодня предприниматели города обратились к представителям местной региональной власти с просьбой установить минимально возможные расстояния. Мы бы хотели выступить с предложением, чтобы 25 метров от образовательных точек, это наше предложение, чтобы тем самым сохранить количество торговых точек. Власти согласились. Система розничной торговли работает в городе слаженно. А потому бороться решили за каждый метр. Если сейчас убрать линейку алкогольной продукции, эти магазины начнут просто закрываться. Это тенденции, которые мы не сможем потом остановить. Просто не сможем остановить. Есть хорошая поговорка, да, вот тот, кто хрюкает, он все равно найдет, где и выпить, и закусить, и все остальное. Лицом в салат упасть, да, в конце концов. Для нас идеально было бы, чтобы все сохранилось. Вот это идеальная позиция для города, чтобы не нарушить динамику. Давайте, может, действительно послушаем, у кого какая проблема. Предприниматели проводили все новые и новые абсурды постановления. Поступило даже предложение добиться особого статуса для нашего города. Как, например, быть с историческим ядром, где места массового скопления людей расположены очень плотно. Закрывать десятки кафе и забыть про туристическую отрасль. Семейные кафе. Все закрылись. У нас нет ни одной чистой кондитерской, куда бы пришел без алкоголя. Их нет, они не выживают. Они просто не выживают. Возможно, действительно, нам как-то надо в нашем внутреннем постановлении все-таки биться за каждый метр. Даже если мы будем отличаться от других областей России. А как быть с крупными торговыми центрами, где СПА-салон часто соседствует с алкогольным бутиком? Выгонять из центра то ли первого, то ли второго? И не будут ли некоторые предприниматели пользоваться постановлением правительства для устранения конкурента? Глобусы построим зубопротезные, лицензионные. У меня, у меня, закроем Глобусы. И уничтожим Глобусы. Руководитель регионального отделения опоры России, общественной организации бизнесменов, предложил через федеральную структуру своей организации повлиять на Дмитрия Медведева и отменить постановление. Куча жителей сейчас начнут писать, Андрей Станиславович, письма, что просим вернуть магазин обратно. Нам, понимаете, плохо стало без него. Зачем вы нам его закрыли? А он будет писать, а у меня постановление правительства. Ну, значит, недовольство будет правительством. Зачем Медведеву лишние проблемы? Мне так-то хватает. В результате решили. Во Владимире будут установлены минимально допустимые расстояния. 50 метров до учебных заведений и 25 метров для остальных людных мест. Одновременно депутаты ЗАГС Собрания подготовят инициативу об исключении из списка так называемых комплексных торговых центров. Евгений Локтенов, Александр Мажаров, Шестой канал. Золотые купола. Сегодня во Владимире завершился 16-й по счету турнир по тяжелой атлетике. Он посвящен памяти заслуженного тренера России Виктора Кузнецова. В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены Центрального федерального округа. Кто из них получил путевку на чемпионат России, узнала Евгения Ксененко. Сильнейшие команды Центрального федерального округа из Липецка, Белгорода, Воронежа, всего представителей 15 областей съехались в наш город, чтобы поучаствовать в Золотых куполах. Серьезный всероссийский турнир. На помосте тяжелоатлеты боролись за путевки на чемпионат России, который пройдет в июне в Казани. Основание очень многочисленное по своему содержанию. Не только людьми, 220 человек в общей сложности, но и результативностью. Выступает очень много мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, чемпионов и участников Европы, мира, ну, конечно, переостров России. Основания сильные. И здесь, конечно, мы видим самые звездочки нашего российского спорта. Сборная нашего города на хороших позициях. Павел Кузнецов говорит, что тяжелая атлетика в любом регионе развивается, если есть перспективные спортсмены. Во Владимире надежды возлагают на Алексея Ловчева, призера универсиады в Китае, многократного победителя соревнований различного уровня. Выступать же Владимирскому чемпиону всегда приятнее на родной земле. Ну, когда за меня болеют, мне всегда это очень приятно. Владимире вообще приятно уступать. Приходит много наших земляков болеть. Эмоции всегда положительные. Настрой уже на победу. Настрой притворился в жизни. Алексей выиграл эти соревнования. 190 килограммов в рывке, личный рекорд. Спортсмен повторил, а вот 240 в толчке, который планировал поднять, не смог из-за травмы колена. Впрочем, улучшить собственный результат тяжелый атлет сможет в Казани. Путевку туда он уже заработал. Евгения Ксененко, Артем Горчаков, Шестой канал. К нам снова едут чемпионы. На следующей неделе во Владимир с визитом прибудут чемпионы мира по профессиональному боксу Николай Валуев, Александр Поветкин. День приезда легендарных боксеров во Владимире пройдет профессиональный турнир. Какие сюрпризы готовят болельщикам организаторы, выясняли наши корреспонденты. Владимир в предвкушении. На следующей неделе, 11 апреля, к нам приедут экс-чемпион мира среди профи Николай Валуев и действующий чемпион мира Александр Поветкин. Сначала Валуев проведет мастер-класс для воспитанников детских спортшкол. В два часа в Ледовом дворце «Полярис» начнется матчевая встреча по боксу юношеских сборных Владимирской и Московской областей. Ну а изюминка спортивного праздника намечена на шесть вечера. Все в том же дворце «Полярис» на ринг выйдут профессионалы из Турции, Белоруссии и России. Помимо традиционных боксерских поединков, состоятся и бои по версии К1, самые зрелищные во всех направлениях кикбоксинга. Владимирские кикбоксеры вовсю готовятся к турниру и уверены, им есть чем удивить знаменитого на весь мир Колю Кувалду. Так в бойцовских кругах называют бывшего чемпиона, а ныне депутата Госдумы Валуева. Ведь именно в кикбоксинге наша область добилась наибольших успехов. За все время существования нашего клуба у нас есть два чемпиона мира. Вернее, одна девушка чемпионка мира, а другая победительница Кубка мира. Она также чемпион Европы и несколько чемпионов России. В отличие от классического бокса, что разрешены удары ногами. В том числе в тайском боксе разрешены удары локтями, коленями, разрешен клинч. Кикбоксеры называют свой вид самым зрелищным. В отличие от бокса, многие поединки в К1 заканчиваются досрочно из-за травм. Так что зрителей ждет захватывающие кровавые зрелища. Самый эффективный вид спорта простой и довольно-таки жестокий. Конечно, народ идет на такие мероприятия. Я сам буду участвовать в этих боях профессионально по кикбоксингу в этот вечер. Я занимался более тридцатным спортом, боксом. Он более не то что скучный, но однообразный. Здесь больше приемов, каких-то новых видов ударов. Намного более интереснее, я считаю. Занимаюсь четыре года уже. Цель, наверное, чемпионат мира выиграть. Выйдет ли 11 апреля на ринг сам Валуев? Организаторы пока держат это в секрете. Кирилл Губин, Евгений Локтионов, Александр Мажаров. Шестой канал. С песней по жизни народному хору «Околица» в этом году исполняется 35 лет. День рождения коллектива артисты отметят, конечно, на сцене. Подготовка к юбилейному концерту идет вовсю. Кроме уже известных номеров, участники хора приготовили для зрителей немало сюрпризов. На репетиции коллектива побывала Екатерина Дронова. К юбилейному концерту участники хора готовятся уже год. Вспоминают старые, уже известные зрителю номера, готовят новые. Хористы не просто поют, они играют песню. Каждый номер – это мини-спектакль. На сцене и барыня, и разудалые молодцы, и кокетливые девицы. Правда, пока вместо сарафанов и рубах на героях русских народных песен – свитера и джинсы. Да и деревенского задора, похоже, не хватает. Девчонки, совсем никто не улыбается. Екатерина Титова руководит хором уже почти 30 лет. Наблюдая за репетицией, признается – довольно далеко не всем артисты волнуются. Я ругаюсь нечасто, но, вы знаете, бывают такие невнимательные. Вот надо уйти, они стоят. Это все от волнения. За время существования состав хора непрерывно менялся. А три месяца назад в коллективе случилось несчастье. Погибла старейшая участница, которая пела в околице все 35 лет. Ушедшим участникам хора на отчетном концерте посвятят отдельную песню. Кроме того, на сцену выйдет детский коллектив «Жавороночки» и ансамбль «Аполье». Полтора часа в зале будут звучать гармонь, балалайки и жалейки. А вот сценические атрибуты артистам только мешают, уверен руководитель. Но на юбилейном концерте без них, похоже, не обойтись. Я не люблю микрофоны, не люблю ничего лишнего. У нас баян, балалайки и ложки. И пошли, чтобы мы не зависели ни от микрофонов, ни от кого ничего. Вот сейчас они, извиняюсь, висят. Тут не слышно, там не слышно. Не надо нам ничего. В отчетном концерте примут участие около 40 человек. Всех секретов праздничной программы артисты не раскрывают. Известно лишь, что главным сюрпризом для зрителей станет их непосредственное участие в концерте. Правда, как это будет, виновники торжества пока умалчивают. Вот тема, которую мы хотим нести и все время несем, за все время концерта, это то, что русская песня – это жизнь и душа всех людей. Юбилейный концерт народного хора «Околица» состоится 6 апреля в 16 часов в Доме культуры молодежи. Цена билета – 80 рублей. Екатерина Дронова, Иван Людков, Шестой канал. Далее коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. Новая жертва мошенников. Жительница Владимира поверила СМС-сообщению, в котором предлагалось оплатить налог за якобы выигранный автомобиль. В результате ни автомобиля, ни пяти тысяч рублей. По данному факту проводится проверка. За заслуги в освоении космоса токарь Ковровского завода Александр Шишонков получил медаль за большой вклад в развитие ракетно-космической промышленности. Премия годовщини Светлана Орлова премировала артиста Владимирского губернаторского симфонического оркестра. Коллективу на эту неделю исполняется 15 лет. За это время он исполнил более 500 концертных программ. Неоднократно выступал на лучших сценах Москвы, принимал участие в крупных проектах и фестивалях, а также сотрудничал с известными музыкантами страны. Праздничный концерт оркестр даст в ближайшую пятницу. Владимир расправился с Тверью. Накануне стартовал третий тур чемпионата России по волейболу среди команды высшей лиги Б. Свой первый матч местный клуб провел с Тверью, одержал победу 3-0. Сегодня наши волейболисты принимают главного соперника Академию Казань. Команда занимает второе место в турнирной таблице. И последнее. Кому помешали серп и молот? Зачем пенсию выдают с опережением и кто стал национальным достоянием России? Ответы знает наш обозревающий твиттер Иван Людков. Ему слово. Депутат Госдумы от нашего региона Виталий Золочевский в своем микроблоге спросил мнение своих читателей по поводу своей задумки. А именно изменить цвет флага Владимирской области и убрать с него серп и молот. Алексей Денисов написал, якобы в области пенсионерам выдали пенсию сразу за два месяца. Связано это с тем, что почтальоны боятся половодья и, возможно, не смогут добраться до затопленных участков. Тви-аккаунт русмюзик.инфо сообщает, что временно исполняющая обязанности губернатора Светлана Орлова премировала артистов Владимирского губернаторского оркестра. Напомню, 1 апреля оркестр отметил 15-летие со дня проведения первой репетиции. Праздничный концерт, посвященный 15-летию оркестра, состоится в Центре классической музыки завтра. Начало концерта в 18.30. Проректор ВЛГУ Александр Ведехин через свой твиттер поведал о том, что студентка университета Ирина Балукова стала победителем всероссийского конкурса «Национальное достояние России». А начальник управления по делам молодежи Елена Аксенова сообщила, что в муниципальных лагерях «Икар и Дружба» началась продажа путевок на первую смену летней оздоровительной кампании 2013 года. К рубрике «Один день» Кирилл Николенко по традиции окунулся в историю и сообщил, считается, что в этот день, в 1970 году, были сожжены последние останки Адольфа Гитлера. На этом у меня все. Не забывайте читать нас в твиттере. Прямо сейчас Мария Рыбакова и Владимир Климов расскажут, что вы узнаете из завтрашнего выпуска «Оранжевое утро». Я же прощаюсь с вами. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!